Если вы думаете, что речь шла о митинге профсоюза домашней прислуги, требующей надбавки за особо грязную работу, то вы ошибаетесь. Зайдите на сайт любого либерального СМИ и тут же узнаете, что оказывается, это сама демократия стучалась в двери заскорузлого российского тоталитаризма гигиеническим ершом. Собственно, туалетные ершики, избранные сторонниками Навального в качестве символа своего протеста, это отсылка к упомянутому в фильме позолоченному ершику за 700 евро. Но зато как вовсе ебал. Вот и в случае с российскими протестами рука мастеров прослеживается. Заново. Зачем вообще сжижать газ? Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Международная Панорама и я Данил Богатырев. В минувшие выходные на улицах российских городов можно было наблюдать толпы молодых людей, размахивающих туалетными ершиками и скандирующих различные кричалки. Если вы думаете, что речь шла о митинге профсоюза домашней прислуги, требующей надбавки за особо грязную работу, то вы ошибаетесь. Зайдите на сайт любого либерального СМИ и тут же узнаете, что оказывается, это сама демократия стучалась в двери заскорузлого российского тоталитаризма гигиеническим ершом. Впрочем, шутки в сторону. 23 января во многих российских городах прошли акции за освобождение Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения на родину. Многочисленные митинги прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в центральной части России. Кое-где демонстрации были разогнаны полицией ввиду их несанкционированного характера, а в Москве наблюдались стычки митингующих с правоохранителями. По данным сайта ОВД-инфо, в целом по России задержаны три с половиной тысячи человек. Строго говоря, с момента возвращения Алексея Навального в Россию стало понятно, что в стране намечается попытка раскачать политическую обстановку. А когда на следующий день после его прилета на ютубе был опубликован фильм расследования под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки», повествующей о роскошной резиденции на берегу Черного моря, якобы принадлежащей российскому президенту, окончательно прояснилось, что ситуацию будут качать. Собственно, туалетные ёршики, избранные сторонниками Навального в качестве символа своего протеста, это отсылка к упомянутому в фильме по золоченому ёршику за 700 евро. Ну, знаете, как это обычно бывает в ходе раскачки цветных революций или подготовки иностранных интервенций. Массам внушают, что действующий правитель живет роскошно, а в качестве символа этой роскоши обязательно упоминается какая-то золотая безделушка. Так, например, было с золотым батоном и золотым унитазом Януковича, золотым пистолетом Муаммара Каддафи и рядом других золотых фетишей цветных революций по всему миру. Характерно, что в случае успеха так называемых революций их участники, как правило, не находят этих символов непомерного расточительства. Но зато каков символ? Вот и в случае с российскими протестами рука мастеров прослеживается. Помимо классической технологии с золотым фетишем, при подготовке и проведении протестов сторонников Навального в России активно применялась и хорошо знакомая технология «Они же дети». Для того, чтобы привлечь школьников и студентов на протесты, агитация российских либералов активно распространялась в самой популярной среди подростков соцсети ТикТок. Надо сказать, агитация не совсем талантливая, а порой и откровенно деструктивная. Например, ролик, который вы сейчас видите на экранах, вначале показывает вполне благополучные картины из жизни российских мегаполисов, а затем за кадром звучит истеричный призыв «Пусть все горит!» и на смену благостным городским пейзажам приходят видео горящих разрушенных зданий. Казалось бы, такая реклама протестов противоречит всякой логике, так как протестовать люди выходят за лучшую жизнь, а не за разрушение и сожжение всего вокруг. По крайней мере, сами участники протестов должны так думать. Но, видимо, расчет организаторов изначально был на свойственные подросткам бунтарские настроения, а не на какую-то осмысленную агитацию. Политическую безграмотность пришедших на акции подростков сполна использовали сторонники властей, задавая на вольнятом вопросы, вскрывающие их глупость. – Просим перемен! – Каких? – Политических! – В какую сторону? – В сторону вперед! – А какой сейчас политический строй? – Очень тяжелый и плачевный, воровской, я бы сказала. Мы живем по понятиям зоны немножко. – А вы знаете, какие на зоне понятия? – Бывало несколько раз. – На зоне? – Ну, у меня друзья зоны, очень многие. – Ага, и вы хотите, чтобы сейчас строй изменился на какой? – На неворовской желательно. Спрашивали, в частности, о том, за что Навального уволили из администрации президента, где он никогда не работал. И митингующие на голубом глазу выдвигали свои версии причины увольнения. – Ну, как вы думаете, именно увольнение Навального из администрации президента как-то повлияло на их отношения дальнейше с Владимиром Путином? – Ну, безусловно, это дало свою... – А, как бы, должность именно, то, что принимал Навальный в администрации президента, почему Путину не понравилось это? – Скорее всего, он не хотел петь по одних дуктах. – Понятно? – Он хотел приручить Навального, но не получилось. В ходе протестных акций в ряде городов произошли столкновения с полицией. Наиболее масштабные из них в Москве. Митингующие бросали в правоохранителей снежки и дорожные конусы. Впрочем, вопреки явному желанию организаторов протеста получить кадры со зверским избиением детей полицией, подобных эксцессов удалось избежать. Численность участников протестных акций по всей России разные источники оценивают от 15 до 40 тысяч в Москве и от 100 до 150 тысяч по всей стране. Впрочем, последняя цифра кажется маловероятной. По данным Би-Би-Си, акции протеста охватили 120 российских городов. Подводя итоги протестов сторонников Навального, следует отметить, что пока они не представляют существенной угрозы для российской власти. Несмотря на то, что скандальный фильм оппозиционера о якобы дворце Путина, к слову, этот дворец упоминался в либеральной прессе еще в 2011 году, на момент записи этой передачи посмотрело около 90 миллионов человек, на протесты вышло едва ли около сотни тысяч по всей России. Это демонстрирует, что российских граждан вопрос освобождения Навального или свержения Путина сейчас едва ли интересует. Впрочем, сами попытки раскачать ситуацию и те технологии, которые для этого используются, показательны. Да и картинку для западных СМИ создать удалось. Вот, например, что пишет британское агентство Би-Би-Си. Цитата. В Москве были замечены сотрудники ОМОНа, которые избивали и утаскивали демонстрантов. Наблюдатели говорят, что масштабы демонстраций по всей стране были беспрецедентными, в то время как протесты в столице были крупнейшими за почти 10 лет. Похоже, они пользовались широкой пассивной поддержкой. Пассажиры троллейбусов махали толпе, а большое количество водителей автомобилей сигналили. Подобными оценками пестрила на выходных и в начале недели американская, немецкая и французская пресса. Особенно активно рекламировали российские протесты либеральные издания. Поддержку протестующим выразили и западные политики. В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жузеп Боррель осудил применение силы в отношении участников акций в поддержку Алексея Навального в России. «Я выражаю сожаление в связи с массовыми задержаниями, непропорциональным применением силы, отключением интернета и телефонной связи», написал он в своем аккаунте в Твиттер в субботу 23 января. С аналогичным заявлением в тот же день выступил и Госдепартамент США. Цитата «Соединенные Штаты решительно осуждают жесткую тактику в отношении протестующих и журналистов на этих выходных в городах России». Обычно такие заявления в США и ЕС предшествуют введению новых или ужесточению старых экономических ограничений против России. Разумеется, протесты и задержания их участников здесь только повод. В реальности же ограничительные меры служат средством геополитического противостояния, а порой и стимулирование собственной экономики западных стран за счет устранения конкуренции. В общем, глядя на эту историю, создается впечатление, что ее целью было даже не начало волны масштабных протестов, сметающих Путина из Кремля, а просто введение очередных антироссийских санкций. По крайней мере, на Западе цель видят именно в этом. Подробнее о протестах в России поговорим с политологом, директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребенским. Здравствуйте, Михаил Борисович. Добрый день. Вот на прошлых выходных в России прошли протесты сторонников Навального. Ну, требования основные выпустить его, собственно, из заключения и, наверное, протестуют также против так называемого дворца Путина, который он показал в своем фильме расследования. Ну, вот в этой всей истории я заметил несколько таких типичных приемов для того, что мы называем цветными революциями. Ну, первое – это так называемый золотой ершик. Мы помним, у Януковича якобы был золотой батон, которого никто не нашел, золотой унитаз, там у Каддафи золотой пистолет. Ну, в общем, прием типичный. И второй прием – это, собственно, выставление в первые ряды молодежи детей, как вот говорят «они же дети», чтобы, соответственно, по отношению к ним правоохранители применяли силу, затем это фиксировалось все на пленку и разносилось по СМИ. Вот как ваши впечатления от этих протестов и кто, по-вашему, основной их бенефициар? Кто в них заинтересован больше всего? Знаете, я, в отличие от моих коллег, вообще стараюсь делать выводы о столь значительных событиях, а я считаю, что события – это важные, значительные, после того, что получаю максимально возможную информацию об этом. К сожалению, пока такой реальной информации очень мало. Например, вы сказали, что вот главные лозунги – люди пришли против задержания и ареста, пока задержания Навального, а также против вот этого дворца, который приписывали организаторы Путина. Я не знаю, на самом деле, так ли это. Какой процент людей мотивирован именно этими двумя факторами? Количество людей, которые мотивированы поддержкой Навального и вот этой истории с дворцом, якобы Путина, ну, вряд ли большинству. Ну, это моя гипотеза. Я думаю, что многие люди, у них есть разные мотивы. Я считаю, что значительное число людей просто устали от локдауна, от этих ограничений, недовольны снижением уровня, реальным снижением уровня жизни в последний год. Многие потеряли работу и так далее. Есть мотивы против того, что власть недостаточно хорошо позаботилась о этих людях, они недовольны властью. Есть повод, повод как бы придумали другие, и они вышли с протестом. Все-таки довольно много людей вышло. Теперь, кстати говоря, цифры тоже не совсем понятны. Реально, сколько и так далее. Не совсем понятна разница мотивации в Владивостоке или где-то в Сибири, в Томске и в Москве и Питере. Это все требуется специально изучать, и тогда мы смогли бы проанализировать всерьез. У меня есть свое представление о том, что кому это выгодно. Более того, я просто не сомневаюсь. То есть, это, конечно, я не могу предъявить все необходимые доказательства, но, тем не менее, я глубоко убежден в том, что реально заинтересантами всего этого движа, как говорит молодежь, конечно, оппоненты России, российской власти, лично Путина, которые находятся на Западе. Прежде всего, на Западе. Считать оппонентами реальными Украину сложно, поскольку она выступает в роли, чего изволить, чего американское посольство дает команду, так и будем выполнять. Так что я думаю, что к этому, поскольку все продумано, все довольно детально и тонко проработано, я считаю, что в этом участвуют вполне серьезные игроки. Но можно считать, что, может быть, это спецслужбы, может быть, это специальные организации, которые созданы и работают для того, чтобы сократить время пребывания Путина при власти по максимуму. И я думаю, что они работают довольно успешно. Они полностью овладели инструментами, связанными с возможностями социальных сетей. И на всю катушку их используют. И очень сложно этому противостоять, хотя какие-то возможности, как будто бы российская власть нашла. Но я считаю, что бы там ни говорили мне, ни рассказывали, что да, власть и то, и в том плоха, и есть большой разрыв между богатыми и бедными, и все. Но мое представление о том, что ты цель видишь, вот ты участник процесса, вот чего ты добиваешься. Ну вот я видел разные интервью, где молодые девушки, очень симпатичные, говорят о том, что они хотят свободы. Ну, уточняющий вопрос, значит, для чего. Говорят, ну вообще свободы, для всего. А вот хотим, чтобы было движение. На вопрос, а движение куда? Да что это замечательно симпатичная девушка говорит? Ну вперед! Эти люди просто, очень многие участвуют, потому что это, во-первых, это модно. Мне еще понравилось, когда у них спрашивали, почему Навального уволили из администрации президента, где он никогда не работал. И все отвечали на голубом глазу. Они никогда не работали. Они просто абсолютно очень многие. совершенно не знают, чего, собственно. Они не могут сформулировать. Но так, собственно, бывает. Но главное, что мне кажется, что участие... Надо отдавать себе отчет в том, что ты участвуешь в том, чтобы, ну не завтра, а как бы через какие-то этапы, а это только тест, тестовая игра была, начало, да, чтобы все это закончилось поначалу как бы свержение действующей власти, прежде всего Путина. А поскольку как бы избрать в подобных ситуациях как бы ничего похожего на избрание не происходит, то если кто-то и готов как бы, ну там купить этих самых, у них много возможностей покупать. Представители элит, например. Ну, я уже не сомневаюсь, что у части российских элит, в том числе чиновничьих, в том числе как бы олигархических, есть желание использовать Навального. Ну, они все понимают, что он дурачок. Это понятно, да? И при том совсем не симпатичный, и что он пользуется разработками спецслужб. Это все прекрасно понимают. Умные люди все понимают. Но у них есть своя игра. Они как бы считают, что люди, которые хорошо сидят сейчас, устроены там, Роснефть, там и Ковальчуки и прочее, они мешают им как бы развитию. Вот они сегодня, у них есть миллиарды, они хотят 10 миллиардов. А вот есть ограничения. И они считают, что вот этот движ, это идет к тому, чтобы сократить срок пребывания Путина при власти, и тогда не будет влияния там Сечина и прочих, прочих. И тогда они займут это место. Я думаю, что это очень как бы важная составная часть вот этого процесса, которым, ну, не могут серьезные люди всерьез относиться к... Ну, как это... Ну, кто может серьезно к ним поверить, что это дворец Путина? Ну, я не буду об этом говорить. Ну, уже в 2011 году эту тему поднимали, в общем-то, достали ее из загашника, да. Очень глупо. Я, к сожалению, просто у меня совсем мало времени, поэтому вот давайте задать. Тогда, Михаил Борисович, последний вопрос. Вот почему, собственно, на Западе делают ставку именно на Навального в российской политике, зная отвращение, которое испытывает российское общество к либеральным идеям, и зная, что оно, в общем-то, пережило 90-е, и у него уже аллергия на либеральные идеи. А Навальный именно либерал. Ну, я не согласен с тем, что он либерал. Он... у него вообще никакой ясный, как бы... Ну, он позиционирует себя так. Ну, не совсем. Ну, я не буду, это длинная история. Значит, он вначале позиционировал себя как русский националист, участвовал в русском марше и так далее, как антисемит, хватит кормить Кавказ. Все это было частью его, как бы... Потом он начинал от этого отказываться, его люди... важные люди его вели и так далее. А сегодня либералы, ну, как там Ходорковский, они его поддерживают не потому, что его любят. Я видел интервью Ходорковского, который так очень критически оценил, как бы, свое отношение к новой. А тем не менее, сейчас есть тренд, кто-то... серьезные люди на него играют, на Западе и внутри России. Поэтому, значит, либералы тоже поддерживают. На самом деле, значит, я думаю, что у него единственная философия и идеология – это власть. Он хочет как бы дорваться до власти. Я считаю, что шансов у него совсем нет. Но то, что он может, и вся эта история может дестабилизировать страну с вторым ядерным потенциалом, не вторым, равным примерно с американским, – это очень опасно. И я надеюсь, что российская власть сумеет консолидироваться. Ну, во всяком случае, то, что мы видели, нападение на полицейских и так далее, значит, я думаю, что им как бы никто не должен ничего подсказывать. Они прекрасно понимают. Я даже думаю, что они на самом деле просто тоже и навольнято проверяли, тестировали, как, значит, можно или нет бить полицейских. Оказывается, можно. Будут вступаться за них как бы толпа. Или не очень. Чего-то вступал, чего-то нет. Мне кажется, что это важно, в том числе и для власти, которая увидела, что увидела каких-то людей в действии и так далее. Я просто думаю, что они какие-то выводы из этого сделают и постараются удержать страну в каком-то стационарном, стабильном положении, поскольку, как я считаю, дестабилизация для Украины, дестабилизация России очень опасна. Я благодарю вас за беседу. В гостях у Международной панорамы был Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтовой ГИ. Интересная и, мягко говоря, необычная новость пришла на прошлой неделе из Ватикана. Как сообщает американское агентство CNN, бывший глава одного из расположенных в Ватикане банков Анжело Калойя, был приговорен почти к 9 годам тюремного заключения за отмывание денег и хищение при отягчающих обстоятельствах. Бывшего банкира приговорили к 8 годам и 11 месяцам тюремного заключения, что сделало его самым высокопоставленным чиновником Ватикана, осужденным за финансовое преступление. Адвокаты намерены обжаловать приговор. Калойя был президентом банка, известного как Институт религиозных произведений искусства с 1989 по 2009 год. Ему и двум юристам, консультировавшим банк, было предъявлено обвинение в хищении денег при продаже итальянской недвижимости, принадлежавшей финансовому учреждению в период с 2001 по 2008 год. Банкир якобы скрыл из финансовой отчетности часть фактической суммы сделки. Казалось бы, данная история ничем не примечательна. Ну, проворовался банкир, ну, осудили. Бывает. Однако, случившееся подтверждает один важный тезис, от которого либералы на постсоветском пространстве предпочитают отмахиваться, как от назойливых мух. Коррупция есть в любой стране, и ее искоренения добиваются не экономической либерализации и отстаиванием прав меньшинств, как нам твердят вот уже 30 лет, а четкой и слаженной работой правоохранительных органов и политической волей сажать злоумышленников. Ну, а в случае с Ватиканом не последнюю роль в вынесении фигуранту обвинительного приговора сыграло то, что обманул и обокрал он не кого-нибудь, а уважаемых акционеров банка, в числе которых и Папский престол. Тем временем, на энергетических фронтах наметилось очередное оживление. 23 января агентство Reuters сообщило, что судно-трубоукладчик под названием «Фортуна» возобновило работы по строительству газопровода «Северный поток-2» в датских водах». По информации агентства, об этом в консорциуме, стоящем за реализацией проекта, заявили на фоне давления со стороны США и Европейского Союза с целью его остановки. Строительство газопровода, который удвоит пропускную способность существующей ветки Nord Stream из России в Германию, было приостановлено в декабре 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США и выхода из проекта компании-прокладчика труб All Seas. Ранее проект, разработанный для увеличения поставок российского газа в Европу в обход Украины, встретил сопротивление Вашингтона, который хочет продавать собственный сжиженный природный газ Европейскому Союзу. По крайней мере, идею поставок сжиженного газа в страны ЕС активно продвигала администрация Дональда Трампа, связанная с американскими сырьевыми компаниями. Разумеется, помимо чисто экономических причин препятствовать постройке Северного потока-2, у американцев были и политические. Несмотря на то, что демократы, в отличие от республиканцев, не связаны никакими обязательствами с нефтяным лобби, в укреплении и доминировании Газпрома на европейском газовом рынке они по-прежнему не заинтересованы. Примечательно, что в политическом смысле вопрос строительства Северного потока-2 является конфронтационным не только для США и России, но и для США и Германии. Последняя стремится стать европейским газовым хабом, продавая газ своим соседям. В этой связи примечательно заявление координатора МИДФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Йохана Заадхофа, сделанное в интервью немецкому изданию Саар-Брюкэцайтунг, в котором он призвал не вводить новые санкции против России. Цитата. Прерывать экономические отношения, когда в политическом плане появляются сложности, это не решение проблем. Также Заадхоф заявил, что не поддерживает призывы остановить строительство газопровода Северный поток-2 из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт сказал, что после ареста Навального и акций протеста в России в субботу позиция правительства осталась прежней. Ситуация с Навальным не связана напрямую с Северным потоком-2. Аналогичной позиции придерживается и новоизбранный председатель правящей партии Христианско-демократический союз Армин Лошет. По его словам, Берлин считает Северный поток-2 в первую очередь экономическим проектом, хоть в нем и имеется политическая составляющая. Между тем, в прошлый четверг законодатели Евросоюза приняли резолюцию, призывающую остановить завершение строительства Северного потока-2 в ответ на арест Алексея Навального. В Украине Северный поток-2 традиционно принято считать угрозой ввиду сокращения транзита российского газа через территорию нашей страны после его запуска. Несмотря на то, что, по словам профильных экспертов, время для заключения эффективных долгосрочных транзитных контрактов уже давно упущено, а украинская газотранспортная система стремительно изнашивается, Киев по-прежнему пытается поднимать вопрос блокирования строительства Северного потока-2 на международных площадках. Правда, судя по вышеописанным новостям, успехов в этом вопросе добиться не удается. Еще одной важной политико-энергетической новостью минувшей недели стало то, что исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Ветренко заявил о необходимости полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы. В эфире телеканала Украина министр заявил, что страна должна срочно объединяться с европейской энергетической системой. Цитата. «Чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена». Иронично, что это заявление прозвучало менее чем через неделю после того, как по запросу Украины соседняя Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщила белорусская энергокомпания Белэнерго на своем телеграм-канале. Цитата. «В условиях сильных морозов, в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи, 18 января из Беларуси в энергосистему Украины отпущено 3,1 миллион киловатт-часов электроэнергии». Собственно, данное сообщение яркая иллюстрация того, как функционирует единая энергетическая система. Если в одной ее части существует нехватка энергии в силу каких-то причин, например, из-за морозов, как это недавно было в Украине, а в другой части есть избыток энергии, можно организовать переток и закрыть все потребности. Не бесплатно, разумеется, а позаранее оговоренным в рамках двустороннего договора ценам. А теперь вопрос, если Украина отсоединится от единой энергетической системы с Россией и Беларусью, на каких условиях ей предложат присоединиться к европейской энергосистеме? Будут ли в этих условиях возможны заранее заключенные договоренности о поставках в случае экстренных ситуаций по заранее оговоренным ценам? Насколько цены на европейскую электроэнергию в таких ситуациях будут выше, чем цены на электричество белорусское, например? Полагаю, ответы на эти вопросы очевидны и выгоды в случае реализации сценария описанного Ветренко Украина как государство не получит. Получит ли ее сам Ветренко, известный своей любовью к многомиллионным премиям? Вопрос риторический. О том, как обстоят дела на газовых и энергетических фронтах, поговорим с экспертом в области энергетики Дмитрием Маруничем. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вот, собственно, на этой неделе появилось сообщение, а точнее уже, наверное, в конце прошлой о том, что продолжается постройка северного потока, в частности, в водах Дании. Что это событие сулит для Украины? Какие есть препятствия, возможно, политического характера? Мы знаем, что раньше администрация Дональда Трампа очень сильно противилась реализации этого проекта, вводила санкции. А как будут обстоять дела при Байдене с этим вопросом? И вообще, какие убытки понесет Украина от Северного потока-2? У нас так часто об этом говорят. Я практически уверен в неизменности политики администрации президента США в отношении газопровода Северный поток-2, независимо от того, кто является президентом данного государства. Там причины куда глубже. Они на самом деле даже не в экономической плоскости. Многие субъекты на территории Украины пытаются продвигать такую путь в американские производители жиженого газа заинтересованы, в Европу заинтересованы. Но, поверьте, речь куда больше идет о большой политике, о том, что этот газопровод и все, что связано, в том числе и Украина, которая потеряет часть доходов от транзита, выручки доходов в том числе, пострадает. И вот это все не дает покоя американской администрации, она будет последовательно занимать антироссийскую позицию, делаем трубопроводку, ни в газе, ни в чем-то ином. А в антироссийской позиции все. Это четкая, неизменная приоритет американской политики последних лет. Я, честно говоря, не удивлюсь, текущая администрация, что там тех, мягко скажем, неоднозначных значений, которые уже есть и ожидаются, будет, что они куда более истеричную и с точки зрения рациональности безумную политику в отношении в частности первого потока два. Это первое. Второе, потери Украины. Транзит и так будет падать, он упадет еще и от использования северного потока-2. Хотя, если строго подходить к этому вопросу, то, например, рынок ФРГ, он через Украину не обеспечивает российским газом. Рынок ФРГ газ идет по северному потоку первому, через территорию Белоруссии, через Украину, насколько известно, этот газ не попадает. ФРГ попадает в Техии. Ну, слушайте, на самом деле уже просчитывали при условии нагрузки северного потока-2 близких к стопроцентным, общий транзитный тариф будет ниже, чем через Словакию, Чехию. Например, если мы берем в Австрию, например, и Украину, Словакию, и Чехию, если мы берем поставки северный поток-2, территория ФРГ, Чехия, там есть газопроводы, интерконнектор. Что Украина потеряет? Украина будет потерять, она еще какой-то объем транзита. В прошлом году от транзита российского газа Украина получила по действующему контракту с Газпромом порядка 2 миллиардов долларов США. Через несколько лет сумма уменьшится до менее 1 миллиарда долларов США. А дальше, я опять же сторонник версии о полном прекращении транзита, все равно он будет в Украину криктообъемом. Понятно, но они будут незначительны. Прекрасно будет если мы видим хотя бы 25-30 миллиардов транзита. В прошлом году было 50-50, если не ошибаюсь. Это очень хорошее станет. Будет меньше. Ну, вот такая печальная история. 2100 важный. Сейчас реверсные поставки газа, львиная доля из которых в Украину осуществляется в Украину, они возможны дешевые, относительно дешевые, потому что насыщается этот вынос суванским газом. А вот когда этот транзит это насыщение уменьшится. Соответственно, как вы понимаете, издержки на поставки реверсного газа в Украине и суванки также вырастут. Это приведет к росту цен для украинских подписчиков. Вот такие вот не очень последствия, но они неизбежны. Украине поменяется власть, меняемые политики. Не знаю, как, удастся договориться с русскими, с Газпромом о нормализации отношений. Я в это не верю, но такой сценарий, конечно, может иметь место, он по фантастическим или же фантастическим. Дмитрий, часто раздаются вот такие критические оценки об будущем украинской газотранспортной системы. Что ее ждет, если транзит будет уменьшен ниже какой-то критической точки? Ну, смотрите, на самом деле все же еще от тарифов зависит. Не только от физической работы, от тарифов. Вы же понимаете, чем больше тариф, тем лучше экономика. Хотя физическая транспортная работа также важна. При текущих тарифах точка окупаемости лежит в пределах 40 миллиардов кубических метров транзита. Так считали. Поэтому провал при текущих тарифах ниже этого параметра будет уже означать выход в зону отрицательной рентабельности. Ну, пока, по крайней мере, у нас транзит зафиксирован на уровне 40 миллиардов действующим контрактом с «Газпромом» еще на 4 года включая текущую. То есть, как минимум, меньше мы точно не получим. Даже если «Газпром», предположим, транзитировать будет меньше. А пока все-таки первый месяц и февраль дает нам даже 15-10% превышение по транзиту. Потому что «Газпром» дозаказывает транспортные мощности и не все так плохо. Привет господину Марцинкевичу. Это российский специалист. Говорит, что украинские трубы давно прожарели, и поэтому Украина не может дополнительно обеспечить транзит российского страна Евросоюза, что является информацией несоответствующей действительности. Что будет потом, я уже сказал. Если же Украина может инициировать пересмотр транзитного договора с повышением тарифов, но нужно ли это будет «Газпром», какова будет его позиция? Это открытый вопрос. Повторюсь, эта история случится не ранее, чем через три с половиной, ну, условно говоря, года, и давать прогнозы на столь далекие периоды я бы, наверное, сейчас не стал быть, поскольку это малоперспективное и малоприятное занятие, и мало, ну да, бессмысленность на точке занятия. Вот такая вот история. Дмитрий, в завершение уже нашего разговора задам вопрос не из сферы газа, а из сферы электроэнергетики. В общем-то, слышали мы заявление Юрия Витренко о том, что нужно Украине отсоединиться от общей с Россией и Беларусью системы электроэнергетической и присоединиться к соответствующей системе ЕС. Насколько это вообще реально? Я знаю, что недавно нам Беларусь поставляла электроэнергию в период морозов, когда нам не хватало мощностей. Чем это все грозит? Насколько подорожает или подешевеет электроэнергия в случае реализации такого сценария? Это очень глобальный вопрос. Давайте начнем с того, что этот план реализуется уже на протяжении порядка 10 лет и рано или поздно украинская энергосистема, если не поменяется, не будет иного политического решения, будет синхронизирована с НТСОИ. Текущий план Украинерго это 2023 год. То есть это не то, что случилось вчера, это случилось даже не позавчера, но много раньше. Но все реально, все совершенно реально, нужно только денег потратить и реализовать ряд технических решений, значительную часть из которых уже, согласно плану, Украинерго реализовала и наша внутренняя генерация также провела необходимые, ну скажем так, работы для этого. Все это, конечно, расстойло денег. В ценах пару лет назад общие затраты на синхронизацию оценивались порядка 400 миллионов долларов США. Часть из них уже понесена, я уже сказал, однозначный ответ вам на этот спрос могу дать только в Украинерго. Я такую информацию не вводею. Это первое. Работать оно будет, естественно, хотя тут не все так просто. Прогноз по ценам, ну поверьте, у нас цены регулируются пока государством Украины, точнее тарифы для населения и цены на биржи. Так вот, если Украина пересоединится к НТСОИ, правительство не сможет больше регулировать фактические тарифы, как у нас делает, как сейчас, и не сможет запрещать таковой запрет, такой запрет действовал с марта по январь по декабрь пришедшего года. Тут вообще не будет отступления. Что касается цен, ну тут есть несколько сценариев, не готовым ответить на них. Раньше казалось все просто. В Европе присоединимся, сначала цена вырастет для промышленности, потом будет падать из-за конкуренции. Ситуация поднялась драматически. У нас были периоды в прошлом году, когда оптовая цена на украинской бирже на электроэнергию была выше, чем на бирже в сопредимные такое было. Раньше это было невиданно, невозможно, но это произошло. Поэтому тут еще не понятно, как эта вся история может сыграть для промышленности. Для населения правительство указало им, как говорится, прямой путь, повышение тарифов и, поверьте, синхронизация, которая напрямую не предусматривает повышение тарифов, но это предусматривает множество документов, принятых в рамках соглашения об ассоциации третьего пакета. Это немножко параллельная вещь, не совсем связанная с синхронизацией, но где-то параллельная. Поэтому тарифы будут расти и так, и так. Цены для промышленности будут коррелировать с фактическими условиями на сопредельных рынках. Поэтому вот такая ситуация ценовая в сценарии возможной при синхронизации. Понимаете, эта синхронизация, если не будет политического решения, завершится на горизонте 2023-2024 года. Это совершенно уже понятно. Ну, разве что случится такое фосможорком. Спасибо вам за беседу, Дмитрий. В гостях у Международной Панорамы был Дмитрий Марунич, энергетический эксперт. Чтобы трезво оценить происходящее в мире событие, порой необходимо вырываться из бесконечного информационного потока новостей и смотреть на ситуацию шире, хотя бы немного приблизившись к тому уровню понимания общественных процессов, который постижим лишь с помощью философии. В этой связи нам показалась интересной статья французского философа Олена Бадью под названием «О текущей конъюнктуре». Опубликована она была еще в конце декабря на сайте издательства Версо, однако поднятые в ней вопросы актуальны до сих пор. Начинает Бадью интригующе. По его мнению, цитата, между катастрофическими проповедями от лица неожиданно оказавшихся весьма религиозными групп экологов «Мы на пороге страшного суда» и фантасмагориями неавторитарных левых «Мы современники образцовой борьбы неудержимых массовых движений, краха, охваченного кризисом либерального капитализма». Любая рациональная ориентация ускользает и повсюду преобладает своего рода психоз, будь то активистский или пораженческий. Это, если кто не понял, об осмыслении актуальной политической конъюнктуры, а именно причин и вероятных следствий массовых протестов, охвативших в ушедшем 2020 году многие страны мира. По мнению Олена Бадью, протестные движения, прошедшие от Гонконга до Алжира, от Ирана до Франции, от Египта до Калифорнии, от Мали до Бразилии, от Индии до Польши и во многих других странах имеют три общие характеристики. Во-первых, они не монолитны по социальному происхождению их участников, причинам недовольства и спонтанно проявляющимся у протестующих политическим убеждениям. Причем речь идет не о различиях протестов в разных странах, а о внутренней неоднородности каждого отдельно взятого протестного движения. Во-вторых, единство этих движений обеспечивается строго негативными целями. Например, свергнуть ненавистное правительство, отменить карантин, отменить некий законодательный акт или политическое действие. Иными словами, люди по всему миру протестуют против, а не за. Положительный образ будущего и понимание того, что делать, в большинстве протестов отсутствует напрочь. В-третьих, если такие бессмысленные и беспощадные протестные движения достигают успеха, то результат зачастую бывает еще хуже, чем то, против чего они восставали. Здесь от себя добавлю, что я знаю как минимум одну восточноевропейскую страну, жителям которой подобные ситуации до боли знакомы. Выделив основные сходства протестных движений и приведя исторические аналогии, Бадью утверждает, что через некоторое время негативная повестка протестов естественным образом перерастет в позитивную. По его мнению, постоянный бег по кругу, который в Украине принято называть кругом «зраты перемог», рано или поздно заставит критиков существующей мировой либерально-капиталистической системы выработать некую позитивную повестку. В качестве своего варианта этой повестки французский философ предлагает следующее цитата «Лучше вернуться к сути вопроса, к вопросу о собственности. Общим объединяющим лозунгом непосредственно и однозначно должен быть коллективизация всего производственного процесса». При этом промежуточным негативным лозунгом он предлагает сделать цитата «отмену всей приватизации, проведенной государством с 1986 года». Подразумевается приватизация во Франции, проведенная после окончания так называемого «левого эксперимента». В общем, то, что предлагает Бадью, это банальный и стертый додыр за весь XX век социализм. В современных условиях неизбежно обреченный выродится в то самое истеричное левачество, которое философ упоминал в начале своей статьи. Причина банальна. Средства производства, которые Бадью предлагает национализировать, становятся все более технологичными и генерируют все меньше рабочих мест. А основой экономики большинства развитых стран и вовсе является финансовый сектор. Таким образом, большинство людей оказываются не у дел, будучи вытесненными в сферу услуг, а то и вовсе в деклассированные элементы, живущие на пособие. О способности этих разрозненных индивидов к самоорганизации и самоуправлению не приходится и говорить. Иными словами, если допустить фантастический сценарий, при котором пожелания Алена Бадью сбудутся и социализм восторжествует в странах Запада, то это будет весьма специфический социализм. Столпами разрозненных хипстеров, тотально наркотизированными, патологически не способными ничем управлять, не способными выдвинуть из своих рядов элиту и растаскивающими национализированные высокотехнологичные производства на металлолом. И это я еще молчу про религиозные и этнические войны, которые вполне могут сопровождать любые масштабные социальные изменения в наводненной мигрантами Европе. В итоге в мечтах Бадью некая утопия, а то, что из этого может получиться на деле, близко к постапокалиптической картине. Но есть ли альтернатива? Вероятно, да. Сам французский философ, сознательно или нет, намекает на нее, употребляя такие выражения, как «религиозная комарилия в Иране» и «польская клерикальная клика». К слову, в отношении либеральных режимов, доминирующих сегодня на Западе, он подобных уничижительных терминов не применяет. А это значит, что реальными конкурентами в борьбе за будущее, которое должно прийти на смену транснациональному финансовому капитализму, подкрепленному либеральной идеологией, он видит именно консерватизм или даже традиционализм. И в этом есть логика. В отличие от аморфных, наркотизированных хипстеров-ливаков, которым на деле чужды любые идеи, объединенные религии и соответствующими лидерами традиционалисты и консерваторы способны к самоорганизации. Более того, им не нужно выдумывать новую идею, так как образ идеального мира есть в каждой религии. О модели государственного капитализма, регулируемого некими нравственными нормами, основанными на религии, тоже можно подумать. В конце концов, существует ведь исламский банкинг. Кто-то может сказать, что эта альтернатива нынешнему положению вещей нереальна. Однако, тренд на консерватизм в последние годы продолжает развиваться в целом ряде стран. Во всяком случае, это точно реалистичнее, чем то, что предлагает Бадью. Об актуальных трендах современной политической и социальной философии поговорим с директором Международного Института Политической Философии Виктором Савиновым. Здравствуйте, Виктор. Добрый день, Данил. Ну вот, собственно, здесь уже нашим зрителям я описывал статью Олена Бадью, которую, кстати, вы мне сбросили, после чего я ее прочел, проанализировал, осмыслил, так сказать, и там бросается в глаза то, что этого французского философа клонит в откровенное такое левачество, как и многих сегодня. Но у меня вот возник сразу вопрос, а возможен ли социализм при том, ну будем говорить, человеческом материале, который есть сейчас, при обществе разрозненных индивидов, многие из которых уже в принципе не способны ни к какому систематическому труду, не говоря уж о самоорганизации как таковой? Ну, собственно, это говорят неправильно, подхватил основную мысль статьи Олена Бадью, которая рассказывает нам о текущей политической конъюнктуре, которая формируется в основном в протестном своем составляющем благодаря бессистемной группе людей, которые отстаивают частые интересы, когда нам кажется, что те или иные протесты, особенно, ну, естественно, Бадьюкиш, это Франция, он все-таки француз, и напомню, один из членов группы Альтюсера, то есть, соответственно, неомарксист, выступавший в свое время еще в 60-х годах, вот когда Бадьюкиш в наше время такое ощущение, что история философии пришла к нам, потому что вы помните конфликт Альтюсера и Бадью против Леотара и Дилеза, то есть, борьбу неомарксистов с будущим, тогда они их называли структуралистами, а впоследствии мы их сейчас уже называем постмодернистами. И главное, что сейчас привнес Бадью в этой статье, он как бы рекомендует, он делает исторический экскурс в историю Франции, когда подчеркивает, что весь период от реставрации Бурбонов, от правления, от революции 1830 года, от правления Карла X, вплоть до событий 1852 года и прихода к власти, как называл его Виктор Гюго, маленького Наполеона, то есть Наполеона III, то есть установления Второй империи во Франции, события очень напоминают современные. Дело в том, что была целая цепь революции, революция 30-го года, революционные события 48-го года, но в итоге все закончилось государственным переворотом, в результате которого к власти пришел ставленник крупного капитала, племянник Наполеона, по его версии сын, а на самом деле племянник Наполеона, Наполеон III. И что отмечает Бадью? Происходит интересная тенденция. На определенных этапах исторического развития любые протесты, даже если они системные, такие как цепные революции, то есть управляемые, они приводят только к ухудшению социального состояния тех слоев, которые являются наиболее незащищенными. При этом он обращает внимание, что вот тот тезис, который Даниилу выдвинули, он не соответствует современной конъюнктуре по одной простой причине. Можно, конечно, говорить о том, что протесты, допустим, ну, допустим, тарифный Майдан, и с одной стороны, и протесты малого бизнеса против тех действий, которые против них предпринимаются в Украине, это схожие процессы. По мнению Бадью это совершенно разные процессы, которые представители этих протестов пытаются добиться разных целей, у них совершенно разные идеологии, разные цели. Сюда же он приплетает, скажем так, действительно приплетает любые протесты людей, которые ущемлены в правах, в данном случае это имеется ввиду во Франции эмигранты. И он говорит, неужели вы считаете, что все это один и тот же процесс? Современная политическая конъюнктура очень похожа на конъюнктуру 19 века. И, соответственно, власть за счет таких протестов только усиливается. А дальше происходит главный тезис, который возвращает нас к этому великому спору геобарксистов, то есть группы альтюсеров, в которые он входил, и структуралистов, которые впоследствии стали постмодернистами, то есть Леотара и Диллоза, и поднимают классический вопрос политической философии. А что, собственно говоря, будет после капитализма? Учебник, марксистский учебник нам легко объясняет, будет социализм. Но структуралисты считают, что социализм и капитализм это все модернистские течения, которые существуют параллельно. Ничего подобного говорит нам Аллен Бадью. Разве мы можем на каждом выступлении, и на тарифном Майдане, и на выступлениях малого бизнеса, люди требуют, чтобы соблюдались их права. А какие у них, собственно говоря, права с точки зрения Бадью? Разве могут быть права представителя малого бизнеса, или человека, который вынужден платить по завышенным, явно завышенным тарифам, на которые он никак не может повлиять? Разве их права могут быть равны правам человека, у которого есть собственный самолет, собственный завод, собственный телеканал? Разве эти люди равны? Соответственно, единственной возможности, которые видит Бадью, решить вопросы прекращения реакционного давления крупного капитала на современное общество, это действительно уравнивание в правах всего населения. А как этого достичь? А тут возникает вопрос, который в философии называется базовым. Базовый вопрос. То есть уравнять прав в правах собственности. Людей надо уравнять в правах собственности. То есть отменить всякую приватизацию. В отношении Франции такое предложение делает Алан Бадью. Леваческое это заявление. Что мы могли ожидать от неомарксизма? Конечно, леваческое, но почему он объясняет такую сложившуюся на сегодняшний день политическую конъюнктуру в мире? Дело в том, что крупный капитал контролирует власть, а власть контролирует крупный капитал. И взаимовыгодно данная ситуация. Любые социальные выступления только укрепляют власть. Поэтому когда вы выходите, когда вы участвуете в движении желтых жилетов или в тарифном Майдане, вы просто показываете власти, в каком месте вы пытаетесь ее зацепить. Но вы не имеете никаких прав. Бадью там еще шутит по поводу того, представьте себе, что вы подходите к полицейскому в Париже и говорите, как пройти к Елисейским дворец. А он говорит, идите прав, прямо налево там большая арка, зайдете туда и увидите Макрона. Ну вы же не увидите Макрона и в арку это не знаете. То есть, соответственно, в связи с вышесказанным, Бадью предлагают вернуться к их дискурсу с Альтюсером, Леотаром. Какие фамилии, вдумайся. Альтюсера уже 30 лет нету с нами, например. Альтюсера, Леотара, Делеза, что любые протесты, которые осуществляет, ну, назовем их так, обездоленная часть населения, только укрепляют власть. А поскольку власти надо защищаться, то происходит, вот как он отмечает в потоке французской истории, то есть, были бурбоны, произошла июльская революция, стало хуже, ну, свергли Людовика 18-го. Виктор, я думаю, что у нас в Украине это назвали бы кругом взрат и перемог вот таких вот протестных. Ну вот, описывай, как вопрос. В итоге все закончилось чем? В итоге все закончилось, что никаких республиканских идей во Франции не было и к власти пришел на полет. Украина идет по тому же пути. То есть, чем больше идет протестов, которые не несут на себе смысла, то есть, главная проблема с точки зрения неомарксизма заключается в том, что протесты, которые не несут на себе радикального решения проблемы, только приводят к радикализации власти, которая их будет подавлять. Виктор, можно вопрос такой вот, а при атомизированном обществе возможно ли в принципе процессы, точнее протесты, которые несут в себе некое радикальное решение проблемы? То есть, люди не способны настолько организоваться? Вот к чему я вел изначально. Даниил, я понимаю, что Леотар и Дилёс тебе, как человеку, который изучал уже философию в 21 веке, конечно, ближе, чем ранний неомарксизм, более ранний, чем формирование всей вот этой структуры, структурализм, постструктурализм, постмодернизм, против которого, в общем-то, в Сорбонии боролся Бадил. И, соответственно, концепция атомиза, все термины, которые ты применяешь, это же вот истечение постмодерна. А надо помнить, что Алан Бадю изначально говорит, что предложение постмодернистов о том, что надо создавать, то есть, там же другая концепция, что восстание может быть удачно в том случае, если его против элиты поддержат контрэлита и антиэлита. Но под контрэлитой подразумевается оппозиция в стране, причем серьезная оппозиция. А антиэлита это упрощенно это интеллигенция, которая сможет возглавить этот протест. А самое главное, антиэлита и контрэлита совместно с населением создают проект, проект политический. И этот политический проект не извергает власть. Вот это единственный путь, который как по мнению неомарксистов, так и с постмодернистов возможен при радикальных протестах населения. А если говорить о том вопросе, который ты задаешь, то с точки зрения постмодернизма я тебе на него отвечу. Не может. Да, не может. Но опять-таки напомню, что Аллен Бадью как раз еще в 67-м году вместе с Альтюсером спорил на эту тему с Делезом и Леотаром. Опять, живая история политической философии и политологии прямо у нас в эфире. И поэтому Бадью в этой статье своей последней, написанной две недели назад, как бы подчеркивает, что он от своих идей в общем-то не отказывается. И после капитализма конечно постмодернисты модное, популярное, философское, социологическое и политологическое течение. Конечно, они навязывают свою волю в большинстве западных стран, но они очень лояльны к либеральной демократии, а неомарксисты считают, что как и в 1967 году ничего не изменилось. После капитализма следует не постмодернистское общество, а следует социализм. Виктор, вот в завершение уже задам такой несколько провокационный вопрос. Ну, с Бадью спорить не будем, но а что, если после вот этого постмодернистского такого капитализма наступит не социализм, а, скажем, возвращение к истокам, то есть некий консерватизм, традиционализм, возвращение к религиозной сховастике в философском отношении. И мы, в общем-то, в некоторых регионах мира это наблюдаем. Ну, Иран, Ближний Восток, там продолжать не буду. Украина. Вот Международный институт политической философии как раз недавно выпустил цикл статей на тему того, что Украина является феодальным государством. То есть отказавшись от идей модерна в виде социализма, Украина не смогла построить. Альтернативными идеями модерна в модерне являются социализм, капитализм или фашизм. То есть Украина не построила ни одного из трех модерновых направлений и, соответственно, не построив их, скатилась на более низкий уровень, а, соответственно, на уровень, когда крупный капитал снимает с населения арендную ренту в виде тех же повышенных тарифов и решает за счет этого свои вопросы, а это чисто воды экономические отношения Средневековья. Поэтому тут ты абсолютно прав. Где же тогда наша аристократия духа? Но это больше ироничный вопрос. Это уже на уровне шутки. Это уже вопрос сейчас на уровне шутки. На сегодняшний день, к сожалению, мы должны констатировать, что все вот эти дискурсы 1967 года между группой Эль-Тюсера и группой Делеза на самом деле для Украины это далекое будущее. То есть то, о чем спорили классики, политической философии, Украина до этого еще даже не доросла. Ну что ж, на этой печальной ноте будем завершать. Я благодарю вас за беседу. Спасибо. В гостях у Международной Панорамы был Виктор Савинов, директор Международного Института Политической Философии. Неспокойно на прошлой неделе было на индийско-китайской границе. Как сообщает BBC, в прошлую среду на севере индийского региона Сикким произошло очередное столкновение между индийскими и китайскими войсками. По заявлениям индийских военных имел место незначительный инцидент, который был разрешен. Напряженность в регионе с самой длинной спорной границей в мире по-прежнему высока. Обе стороны претендуют на большие территории. По меньшей мере 20 индийских солдат погибли в перестрелке в районе Ладакха в июне прошлого года. Так что не стоит недооценивать инциденты подобного рода. По сообщениям СМИ, недавний инцидент произошел в Накула на севере Сикима. Сиким это индийский штат, расположенный между Бутаном и Непалом примерно в 2500 километрах к востоку от области Ладакх. По словам индийских чиновников китайский патруль попытался проникнуть на территорию Индии и был вынужден отступить. В некоторых сообщениях говорилось, что использовались палки и камни, но не было стрельбы. В заявлении индийской армии этот инцидент преуменьшается. Согласно ему, 20 января 2021 года в районе Накула в северном Сикиме произошло небольшое столкновение, которое было разрешено местными командирами в соответствии с установленными протоколами. По сообщениям индийского издания Times of India, сославшегося на собственные источники, обе стороны ввели подкрепление после стычки, но стрельбы не было и ситуация находится под контролем. Представитель Министерства иностранных дел Китая Джао Ли Цзянь не сообщил подробности инцидента, но заявил, что китайские войска привержены поддержанию мира и призвал Индию воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации или осложнению ситуации на границе. Главный редактор китайской государственной газеты Global Times написал в Твиттере, что записей об этом столкновении в журнале патрулирования китайской стороны нет. Это на первый взгляд незначительная история является частным примером важной тенденции развития политической обстановки в Южной Азии, а именно нарастающего противостояния между Индией и Китаем. Из-за противоречий с Пекином в территориальных вопросах Дели занял сторону США в американо-китайском противостоянии. После этого в индийском и американском экспертном сообществе заговорили о наращивании китайского влияния в Индийском океане. Отдельные индийские аналитики даже заявляли о том, что КНР стремится окружить ее военными базами. Сами китайцы на официальном уровне говорят о том, что их базы в Индийском океане носят сугубо мирный характер и служат инфраструктурой для гражданских судов, идущих из Поднебесной в Африку и Европу. В свою очередь в американском экспертном сообществе все чаще звучат мысли о том, что Китай и Россия совместно осваивают Индийский океан в ущерб интересам Соединенных Штатов и Индии. Так, в прошлом месяце научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спогли при Стэнфордском университете Арианна Скайвар Мастро написала, что российско-китайское сотрудничество в Индийском океане представляет собой гораздо большую угрозу роли и влиянию США в регионе, чем каждая из этих стран по отдельности. Мастро указала на два недавних военно-морских учения России и Китая как свидетельство повышенного внимания обеих стран к региону Индийского океана. Первые прошли совместно с Южной Африкой в ноябре 2019 года близ Кеймптауна, а вторые в следующем месяце с Ираном в Аманском заливе. В статье для журнала Интерпритер, который издает независимый австралийский аналитический центр Институт Лоуи, Мастро отметила, что хотя пандемия коронавируса могла замедлить дальнейшее военное сотрудничество, учения все же сигнализируют о желании Москвы и Пекина сотрудничать в регионе. По мнению американской исследовательницы, цитата, Что еще важнее, учения показывают, что региональные державы, Южная Африка и Иран, а с ними и другие страны, приветствуют возрастающую роль Китая и России. Конечно, с нашей точки зрения, версия о том, что Китай заручается существенной поддержкой России в деле освоения Индийского океана, выглядит несколько натянутой. Для Москвы данный регион пока не в приоритете внешней политики. А вот что касается экспансии самой КНР, сказанное вполне справедливо. И в ходе этой экспансии Китай неизбежно столкнется в противостоянии с Индией, чему будут всячески способствовать США. Надеемся, что это столкновение ограничится похолоданием дипломатической риторики и экономическими ограничительными мерами. Впрочем, учитывая территориальные претензии сторон друг к другу, новые приграничные конфликты в Гималаях вполне возможны. На этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная Панорама и я Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok